Мы сегодня все работаем в условиях сложных, в условиях изоляции, и органы местного самоуправления, и градообразующие предприятия, ну вообще все, кто в городе живет и работает. Дума и вообще все органы местного самоуправления должны обеспечить устойчивое и функционирование непрерывной работы, поэтому мы продолжаем работать сейчас в дистанционном режиме. Вы знаете, в апреле мы провели сессию городской думы, где приняли ряд решений, это и корректировка бюджета, который нужно для реализации национальных проектов в частности, это и положение о памятниках, которые в городе, мемориальных досках и так далее, это вопросы, связанные с награждением ветеранов, мы все готовимся к 75-летию и победы, и 75-летию Росатома. И одно из решений, которое мы приняли, это возможность работы городской думы в дистанционном режиме. Мы приняли изменения в регламент, поэтому это не говорит о том, что мы будем обязательно проводить такие заседания, но мы готовы к этому. У нас сейчас на рассмотрении 6 проектов решений городской думы, и одно из них, то, которое мы перенесли в заседание апрельского, – это, конечно, важный вопрос по льготам предприятия малого и среднего бизнеса. Перенесли по тому, что накануне президентом было принято решение о довольно длительной отсрочке платежей арендных и так далее, поэтому сейчас мы свои предложения в администрацию дали. Мы считаем, что, в принципе, нужно освободить от арендной платы на вот этот режим повышенное время, режим повышенной готовности предприятий малого и среднего бизнеса. Но сегодня по законодательству областному все решения, связанные с выпадающими доходами бюджета, должны согласовываться в области. Поэтому сейчас решение, которое мы будем рассматривать, оно согласуется в Министерстве финансов Межгородской области. Хочу сказать о том, что депутаты продолжают работать и на округах. Мы завершили вместе с администрацией, вот к 70-летию, 75-летию Победы, вручение 626 медалей памятных, юбилейных к 75-летию Победы Великой Отечественной войне. И ветераны восприняли это очень благоприятно, эти вручения, этих медалей. Вместе с ними были вручены и продуктовые наборы хорошие. Поэтому в этом плане, вот 20 апреля такая работа была завершена. Но мы еще проводили два приема, память блокадных, жителей блокадного Ленинграда. И приглашали всех, кто сегодня у нас живет в нашем городе. И 11 апреля был день памяти узников фашистских лагерей. Мы тоже здесь, но уже в дистанционном, полудистанционном режиме, мы тоже поздравили всех узников, тех, которые проживают в нашем городе. Что касается фонда социального развития, который у нас есть, учрежден депутатом в 97-м году, мы тоже планируем использование его средств для помощи тем, кто наиболее пострадал вот за это время, когда у нас эпидемия коронавируса. И нужно сказать, что уже и мы благодарны работникам органов местного самоуправления, которые уже внесли в пределы своего однодневного заработка, значит, эти добровольные пожертвования в фонд социального развития. Потому что фонд в соответствии с уставом помогает работникам здравоохранения, социально незащищенным слоям населения, предпринимательству и так далее. Поэтому мы считаем, что в сегодняшних условиях такая помощь, она будет, ну, просто необходима. Еще хочется сказать и объявить, конечно, в этом смысле благодарность, во-первых, тем, кто у нас на передовом крае борьбы с коронавирусом. Это медицинские работники, это волонтеры, потому что их у нас порядка 90 человек, и они каждый год, каждый день, ну, примерно по 30-40 заказов выполняют. Доставка продуктам, пенсионерам и так далее. И здесь нужно сказать, что депутатами городской думы, прям непосредственно перед вот таким бурным, вернее, перед объявлением закрытия, мы изготовили порядка 13 тысяч памяток и распространили их по почтовым ящикам. Они чем хороши? Там, во-первых, написано, как бороться, но это и во многих средствах массовой информации можно подчеркнуть эти вещи. Но там есть конкретные телефоны по нашему городу, куда можно обратиться. Это и КБ-50, это и санэпидемслужба, это и служба социальная, которая помогает, вот именно руководит волонтерами и так далее. И телефон горячей линии 977-77, я сегодня созванивался, и там довольно квалифицированные люди, которые постоянно изучают и региональные законодательства, и принятые нашим городским штабом решения, поэтому они довольно компетентно могут отвечать на вопросы, а вопросов таких в день задается порядка сотни. Нужно сказать, что у нас работает, продолжает работать оперативный штаб, который возглавляет глава администрации, я там являюсь заместителем, туда входят все те, которые с этим связаны, в том числе и представитель штаба Российского федерального ядерного центра. Поэтому решения принимаются и доводятся информацией до СМИ. Но здесь нужно сказать, чтобы не было вот такой разношерстной информации, то информация здесь доводится, в общем-то, тремя людьми. Тремя официальными, представительными. Во-первых, главой администрации как руководителем штаба, во-вторых, главным санитарным государственным врачом Игнатьева Ирина Александровна и главным врачом КБ-50 Окув Сергея Борисовича. Все строительные работы ведутся. Я вот недавно был на школе номер один, срадует, новый школа строится оперативно, как и другие строительные объекты. Но здесь, возможно, нюансы, потому что все будет зависеть от наполняемости бюджета, областного и, соответственно, городского. Мы все надеемся, что все программы внутри дворовых территорий будут выполнены, программа поддержки местных инициатив будет выполнена. Но могут быть нюансы, тогда эти работы могут быть перенесены просто на более поздний срок. По 10-й школе тоже работа ведется на контроле, и в этом смысле администрация на ежедневном режиме контролирует эту работу. И особо, конечно, хочу поблагодарить жителей, жителей за понимание сложившейся ситуации. Конечно, тяжело находиться тем, кто находится дома, но, как сказал мне один из метка, один из пенсионеров, лучше дома, чем в реанимации. Поэтому в этом плане всем терпение, оптимизма и организованность. Выборы, пока запланированные на сентябрь этого года, пока не отменены, но все будет зависеть от развития ситуации. В 2010 году у нас был момент, когда выборы на полгода были перенесены федеральным указом, в связи с тем, что там был единый день голосования и так далее. Поэтому практика такая была, а в этом ничего страшного. Мероприятия празднования 9 мая обязательно будут, конечно, в усеченном режиме. Сейчас многое смещается в сторону непубличных мероприятий. Это интернет и так далее, и бессмертный полк в интернете. Мы планируем, ремонтируем памятник «Вечный огонь», и мы планируем, конечно, возложить цветы, а конкретная программа готовится. Телефон секретаря, она у меня работает в дистанционном режиме. Телефон у меня 977-73 стоит у меня на столе. Поэтому все вопросы я принимаю, отвечаю, если могу сам. Если нет, как бы переправляю к профессионалам. И еще скажу, вот такая листовочка, которую я вам сейчас как бы описал. Она есть у нас еще в наличии, поэтому, пожалуйста, 977-73. Мы ее доставим прямо тому, кому они нужны. И еще раз скажу, там очень все хорошие подробные телефоны по всем организациям нашего города, которые в той или иной степени связаны с этим процессом.